Крым. Евпатория. Город с многовековой историей. Уникальный сплав исторических эпох, культур, неповторимая атмосфера и солнечное побережье Черного моря. С давних времен Евпатория известна не только как город-курорт, но и как глобальный центр реабилитации людей с самыми разными формами инвалидности. Поэтому именно здесь и проходит одно из главных спортивных событий сообщества людей с инвалидностью Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Паракрым». Состязания в разных спортивных дисциплинах, мастер-классы, культурная программа. Здесь все буквально наполнено идеей мотивации. Концепция нашего фестиваля – сделать жизнь человека полноценной, зарядить его энергией, и чтобы как можно больше стало участников в регионах, желающих заниматься спортом. Честь столицы на фестивале в этом году отстаивают четыре спортсмена. Настрой боевой. Пауэрлифтинг. Борьба с законами гравитации и выход за пределы собственных возможностей. За титул победителя здесь сражаются сильнейшие в прямом смысле этого слова. На торговлю приглашается Маркосян-тиран в городе Москва. Тиран Маркосян спокоен и уверен в себе. Быть за пределами собственных возможностей для него – привычное состояние. Уже много лет он ведет непрекращающуюся борьбу. Я стал инвалидным колесчиком в 2009 году. Спорт в моей реабилитации сыграл ключевую роль, потому что посредством спорта произошла не только физическая реабилитация, так же и психологическая, и социальная. 115 килограммов. Для сравнения, это почти в два раза больше собственного веса молодого человека. Тиран идет на личный рекорд. Итак… Старт! Шесть! Швей, стой! Вес взят! Победа! Первое место! Срыв адреналина. Прибавляемые ощущения. Турнир по настольным спортивным играм – отдельное направление в программе фестиваля. Страсти здесь кипят нешуточные. Состязательный азарт ничуть не меньше, чем в других соревнованиях. Мы представляем пятиборья, четыре настольных и одну напольную игру. Переходящий кубок есть по многоборью, который переходит от одной области или города к другой. И в этом году сейчас посмотрим. Сейчас пока им владеет город Троицк. Эта игра называется «Новус» или «Морской бильярд». В поединке лидирует представительница московской команды Александра Чечеткина. На коляску я села в 2004 году в связи с автоаварией. С моей травмой практически все начиналось с нуля. Приходилось самой учиться одеваться, пересаживаться на коляску. Это было очень сложно, потому что ноги не работают. И за счет рук все. И нужна была физическая форма. Сегодня Александра в превосходной физической форме. Благодаря спорту она не просто вернулась к полноценной жизни, а увидела мир будто в новом свете. Яркий, интересный, с бесконечными возможностями и перспективами. На пары «Крым» приезжают спортсмены-любители разного уровня подготовки. Для многих фестиваль становится трамплином в спорт высших достижений. Сюда могут приехать участники, не имеющие богатого спортивного опыта. Но тем не менее, делая первый свой шаг к большому спорту, именно на этом фестивале в дальнейшем добиваются великих успехов. Москвичи на фестивале давно снискали славу грозных соперников и из года в год продолжают подтверждать этот статус. Соревнования по плаванию среди женщин. К старту готовится москвичка Анастасия Чурилина. В моем классе кто-то сильнее плавает, кто-то слабее. Те, кто тренируются, у них, естественно, результаты сбавляют во временном промежутке. Поэтому все по-разному плавают. Все в силу своих функциональных и морфо-функциональных нарушений плавают. Поддержка Насти сейчас не помешает. Борьба идет до последнего сантиметра. Еще немного. Финиш! Наш фестиваль помогает человеку с инвалидностью поверить в свои силы, поверить в свой внутренний потенциал. И если он даже не будет паралимпийцем, то он обязательно должен поставить перед собой цель жить обычной жизнью, не замечать того, что он на коляске, или на протезе, или без руки, или еще какие-то у него есть особенности. Михаил Терентьев. Депутат Государственной Думы и председатель Всероссийского общества инвалидов. Много лет он развивает параспорт в России и борется за достойную жизнь людей с инвалидностью. Благодаря усилиям Всероссийского общества инвалидов физкультурно-спортивный фестиваль «Пара Крым» проходит уже в седьмой раз. Популярность события с каждым годом неуклонно растет. Ежегодный Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара Крым» стартовал в 2015 году. В 2021 году соревнования проходят в шести спортивных дисциплинах. Дартс, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание и пулевая стрельба. В фестивале приняли участие 420 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из 53 регионов России. Четверо из них – москвичи. Дартс – лишь на взгляд непосвященного, незамысловатая игра. На самом деле это серьезный вид спорта, требующий от спортсмена хладнокровия, идеального глазомера и твердой руки. За честь столицы здесь сегодня сражается Максим Федоров. Из-за врожденного выпиха тазобедренных суставов Максим не может долго ходить и стоять. Но в дартс упорно играет на ногах, без инвалидной коляски. Люди приезжают далеко не слабые, тренированные, спортивные. Так что получить спортивные достижения, конечно, было бы приятно, но побеждает сильнейший. Благодаря многолетним тренировкам Максим сегодня находится в такой форме, что ему сложно составить конкуренцию. Полная концентрация. И прекрасный результат. Жизнь прекрасна. Независимо от того, ты сидишь на инвалидной коляске, ты стоишь. В каком бы ты положении ни было, жизнь это прекрасно. Надо жить, надо двигаться вперед, нельзя стоять на месте. Фестиваль – это не чемпионат. Спортсмены приехали сюда не только, чтобы показывать результаты в соревновательной программе. Здесь перед каждым открываются широчайшие возможности попробовать что-то необычное. Получить незнакомое ранее впечатление. Увидеть новые горизонты. Тирану Маркосяну сегодня как раз предстоит такой шаг в неведомое. Мастер-класс по фридайвингу. Погружение на глубину без использования водолазного снаряжения. Редкий экстремальный вид спорта. Любой параспортсмен может себя в этом попробовать. Хотя бы потому, что вода, наверное, самая травмобезопасная среда в принципе. Это абсолютно безопасно и очень полезно, поскольку это развивает и организм психически, и физически тоже развивает. Благодаря специальным тренировкам фридайверы могут находиться на глубине довольно длительное время. Возможности человека гораздо больше, чем мы можем себе представить. Надо лишь набраться смелости, поглубже вдохнуть и преодолеть свой страх. Для первой тренировки Тиран показал очень неплохой результат. Необычно, интересно, очень познавательно. После состязаний и новых впечатлений – время культурной программы. В этом году впервые на пара Крыме проходит кинофестиваль «Эволюция». Мы рады приветствовать вас на первеннем кинофестивале «Эволюция». Концепция нашего фестиваля заключается в том, что мы собираем картины, так или иначе связанные с инвалидностью и спортом. Наша территория – надежда. Мы хотим, чтобы, посмотрев наши картины, наша публика напитала с этой надеждой. Мы будем смотреть спортивную картину. Сегодня на экране «Один вдох» – биографический фильм о жизни многократной чемпионки и лекарсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Тиран, конечно, в первых рядах. Поддержать его интерес пришла вся команда. И я приглашаю на эту сцену Александра Кусакина. Здравствуйте, друзья! На сцене Александр Кусакин. По-настоящему уникальный человек. В результате автокатастрофы Александр лишился обеих ног. Но это не помешало ему вернуться на глубину. И сегодня Александр – один из нескольких в мире пара фридайверов. Основное количество людей ищет мотивацию где-то снаружи. А на мой взгляд, она внутри. Также с фридайвингом. Это путь к себе. Фридайвинг, как уже существующий вид спорта, помогает находить себе какие-то интересные внутри качества. Смелость, решительность и несокрушимая сила воли – эти качества объединяют всех участников фестиваля. Каждый из них однажды уже победил и теперь твердо стоит на этом пути. Заглянуть в себя и увидеть новые горизонты, преодолеть препятствия и стать сильнее – это и есть жизнь. Пара Крым. Здесь, в лучах южного солнца, вершится праздник любви к жизни и веры в мечту. А море – такое же бескрайнее, как человеческие возможности. Субтитры создавал DimaTorzok